Именно художник это тот человек, который занимается тем, что он любит. Это вот хорошая принадлежность, что мы всегда, в общем-то, в чем художник, счастливый человек, что он занимается делом, которое он любит. Художником я стал совершенно случайно. Я думаю, что многие люди вам тоже скажут то же самое. Когда я был еще в четвертом-пятом классе, один мальчик нарисовал яблоню. Его очень хвалило. Мне это не понравилось, и я решил сделать лучше. Насколько я сделал лучше, не знаю, но поступил в художественную школу. И вот так вот началась моя художественная жизнь. Вдохновение – вещь, конечно, интересная. У меня всегда с собой блокнот. Куда бы я ни ехал, улетел, где бы я ни находился. И после этого из этих вот маленьких зарисовок, как правило, получаются мои холсты, мои картины. Хотя они могут быть отвлечены совершенно абстрактно, но вот посыл сам – это именно идет оттуда. Я хочу отобразить то, что у меня есть внутри. Я хочу сделать то, что меня волнует. И если это меня волнует, я думаю, что это будет волновать и зрителя. Когда я начинаю работать, я не чувствую возраста. Это вот тоже принадлежность художественного мира. То есть я не ощущаю себе, сколько мне лет и как. А вот то, что уже выходит, вот каким образом это происходит. Я думаю, это именно мое состояние. И очень часто то, каким образом я себя ощущаю в данный момент. Рождение работы, рождение Венеры. Я вам расскажу такой вариант. Существует такое понятие в философии – случай необходимости. Когда ты подбрасываешь монету, она обязательно упадет. Каким образом она упадет, никто не знает. Реже всего она падает на риверс. Точно так же происходит и с работой. Работа сама по себе, если она действительно чего-то стоит, это или твой импульс, который сразу идет ток, или то, о чем я говорил, что это определенная мука. То есть она тебя не устраивает, и ты вроде бы ее нормально придумал. Но получается так, что опять один, второй, третий раз ты подходишь вроде бы как заново. И потом что-то видишь, оно пошло. Практически везде. Вот даже если большие картины делаются, они все равно же делаются вот с такого маленького эскиза. И насколько ты туда заложил, то и будет на холсте. Я хотел бы еще сказать о том, что если вы хотите понизить уровень жизни страны и вообще потерять ее, откажитесь от науки и искусства. Потому что искусство – это вечно. Искусство – это моя жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова